В период с 27 апреля по 4 мая в небольшом чешском городе Плезне прошли международные соревнования по пауэрлифтингу. В сборной России Центрального федерального округа выступил Алексей Гафошин, который завоевал право выступать на мировом чемпионате после того, как в феврале занял призовое место на чемпионате России. Шла борьба до последнего движения. Последнего движения была тяга, и он тягу последнюю делает, третью попытку, и тянет, и выигрывает. Стану тягу, он выходит с результатом 270 килограмм тяга, начальный вес. У Норвеса 275, то есть мой уже проигрывает 10 килограмм. Мы вес перезаявляем в первой попытке по нему, 275. У нас была удачная заребьевка, мы вторые шли после него, и нам нужно было вес его повторять. Мы повторяем его вес, мы уже проиграем минус 5. Вторая попытка, мы ставим вес плюс 5 от Норвесского. Мой не тянет, он тут тянет. Мы опять проиграем ему. Ну и третью попытку он, как я сказал, вытягивает 300, и он чемпион с суммой 860 килограмм. И в первом месте Алексей Агапошин из Руси, с 860 килограмм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Алексей Агапошин занимается пару лифтингом с 9 лет. Уже к 18 годам Алексей стал победителем областных соревнований. Выполнил норматив мастера спорта России. Учится в Москве, на юридическом факультете, в факультете следователя у него, в институте юридическом, будет следователем. Занимается в Москве, приезжает ко мне иногда по субботам, по субботам. Занимается в Гранд-парке, но последние дни, последние недели он был у меня. Это все итог прошедших лет. Потому что эту сумму он собирал еще когда делал мастера. Это было даже три года назад. Но единственное, что сказать, здесь был контроль, допинг-контроль. Под контроль все делалось. Не дай бог, чтобы это все сборную накажут. Его накажут, накажут тренера. Поэтому тут все шло чисто. Продолжение следует...